В Африке в январе дождь идёт. Едем вдохну. Это я разговаривал сам с собой с камерой, не обращаю внимания. Идем активно. Ну и пока у меня здесь в видео идёт процесс рендеринга, я расскажу, что нам предстоит через день. Это прохождение Марокко на Мавританской границе. Границу Марокко и Мавритании я пересекал пять раз, и каждый раз она меня удивляла по-своему. Но для участников марафона сделали отдельный зелёный коридор, а вот люди, которые стояли в общей очереди, честно скажу, не позавидуют. Посмотрите, вот сначала сюжет о том, как мы переходили эту границу в разные годы, а потом посмотрим, что здесь появилось нового за те восемь лет, что я здесь не был. Даже самому интересно. Переход Марокко-Мавританской границы в 2007 стал для нас откровением. Потому как есть правила перехода, но существуют ещё и национальные традиции. Это когда вы стоите в очереди на паспортном контроле, а стоящий перед вами местный житель, ну марокканец или мавританец, неважно, любезно пропускает вперёд себя соседей по деревне. Их немного, нет, человек 25, и все они, конечно, хорошие, но, блин, это ещё пара лишних часов в очереди под палящим солнцем. Но самое-то интересное происходит между этими границами на 5-километровой нейтральной полосе. Как таковой дороги там нет, есть накатанная клея, поэтому низкие легковушки периодически подсаживаются. Местами попадаются разобранные, брошенные, даже взорванные автомобили. Чуть в стороне идёт перегрузка из машины в машину, ну, ясное дело контрабанды, после чего обе уходят по нейтралке в Сахару. То, что в отдельных районах страны неспокойно, говорит тот факт, что если в 2009 году в Мавритании мы проехали всего через 11 постов, то в 2010 их было уже больше 40. И хотя внешне всё выглядит относительно спокойно, внутренняя тревога всё-таки присутствует. В 2010-м на дверях всех наших машин мы разместили большую наклейку с маршрутом нашего путешествия. Так вот, марокканский пограничник, увидев линию между Марокко и Западной Сахарой, велел отодрать все наклейки, а также уничтожить рекламные буклеты, потому что в них было изображение государственного флага Западной Сахары. Туристы стараются проскочить это место как можно быстрее, не торопились только мы. Сначала посадили Ниссан, потом разбортировали колесо, ну а дальше пошла цепная реакция, так что было чем заняться. Что здесь происходит по ночам, когда граница закрыта, одному богу известно, но фактов нападения на туристов зафиксировано не было, вплоть до последнего момента. Буквально в 100 километрах отсюда, как раз там, где проложен маршрут нашей последней поездки, были захвачены французские туристы и несколько человек из испанской гуманитарной миссии. Требования выдвигались политические – освободить измалийских тюрем, пойманных ранее террористов. В Саруке тоже самое. В Саруке? Да. Вчера на Беллаке раздали бумажку для заполнения, но это потому что не граница. Приезжаем на границу, граница говорят, нет, такая не граница. Это практически точно такое же. С этим переписываем. Ну, вообще изменений с тех пор, сколько здесь лет не было, достаточно много строить такой большой настоящий терминал. Вот, вот, вот. Суета по-прежнему никуда не делась, куча помогает в закрытой зоне. Помогайки – это когда тех подходит и говорит, давай что-нибудь помогу, без очереди, без там, и прочее остальное. За денежку, конечно, само собой. С малолетарской стороны гораздо больше, здесь еще хоть какой-то порядок есть. В принципе, все было организовано хорошо и прошло достаточно быстро, даже несмотря на то, что с марокканской стороны чувствовалась какая-то суета. Паспорт проверяли люди в серой форме, потом смотрели печать люди в черной, потом смотрели эту печать люди в штатском, потом еще кто-то смотрел и пересматривал, потом сама печать смотрела себя в паспорте. В общем, это продолжалось, ну, минут, наверное, 30, ну, может быть, 40 максимум. В 2013 году здесь не было этой асфальтированной дороги. Вот было просто поле, поле со всех сторон лежали разобранные машины, взорванные, еще какие-то, не знаю, прострелянные выходили, смотрели, просто с пульными отверстиями. Это нейтральная полоса. Вот пока едем, я сейчас вам расскажу интересную информацию. Вдруг вы когда-нибудь поедете самостоятельно, не в рамках какого-то проекта, займет это у вас прохождение границ гораздо больше времени. Значит, погранпереход ночью закрыт, открывается он на 10 часов, люди занимают очередь еще с вечера и ночуют вот прямо на дороге, все вперемешку автобусы, грузовики, легковушки. Мы же приезжали обычно под утро, день часа за 3, за 4, были в очереди 15-20. Но это, в общем, не значит, что вы 15-20 заедете за ворота. Дело все в том, что перед вами местные пограничники пропустят еще столько же машин, каких-нибудь своих, там, родственников, друзей и прочих. Дальше, когда вы оказались на территории уже вот этого погранперехода, нужно заложить еще примерно пару часов на все эти там штампики, заполнение бланков. Очередь будет расти не только у вас за спиной, но и перед вами. Все по той же причине, да, будут приводить своих представителей. Так что на прохождении границы, ну, минимум 3 часа. Со стороны Мавритании все по-другому. Вернее так, там все то же самое, все те же самые процедуры, только часов 5, вот просто однозначно. Там делают все настолько медленно, что просто 3 интенса. Сейчас вот мы прошли эту мавританскую часть, ну, тоже за час небольшим, что вполне понятно, соревнования проходят. Там нам просто поставили штампик, а вот визу уже выдали на первом биваке, потом посмотрим. Ну, нейтралочка, как видите, вот асфальт, это только марокканцы проложили на половину нейтральной полосы. Потом идет вот дальше опять эта вот пустыня. Ну, мавританцы, видимо, денег нет, как обычно. Раньше вообще мавританский погранпереход, это было два сарая, в прямом смысле слова, где-нибудь такие, наверное, 4 на 4 метра, не больше. В одном паспортный контроль, в другом там таможенный. Все они, все эти паспортные данные переписывали, естественно, там в толстую амбарную книгу рукой. Потом построили небольшой терминал, принесли туда компьютеры, но электричество забыли подвезти, поэтому все по-прежнему так и осталось. Они писали все паспортные данные туристов в толстую амбарную книгу. Никуда не торопись. Даже если на погранпереходе 5 машин, вы все равно будете стоять, типа, 5 часов. Визовый центр Мавритании. Welcome. Ну, сейчас подождите, я вам покажу. Значит, штампик поставили прямо на границе, а визу непосредственно выдали на биваке. Вот, сфотографировали на фоне ковра. Он прям как есть, мутный, темный, на 30 дней разовая. И еще пальчики, отпечатки пальчиков взяли. Кстати, скоро Северный лес готовьтесь. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok